Ну что, всем привет! Начинаем с вами новый влог. И начать я его хочу, видите, из АЮ, Волгоград, с распаковки. Предлагаю вам открыть сейчас... Опа, ножницы вот так сделаю. Открыть и посмотреть, что же там такого мне пришло. Сейчас я открою, а то так одной рукой неудобно. Девчонки, это мне пришел на затест марка Organic Zone. Косметика, которую я сама выбирала, позиции, которые бы хотела протестировать. Итак, смотрите, первая. Это у нас вот такая альгинатная маска с пауху, со спирулиной. Я очень хотела именно со спирулиной попробовать альгинатную маску. Тут 100 мл. Но мне кажется, даже на два раза хватит. Не тестируется на животных. Это косметика, это российский бренд. Так, первая. Можницу уберу, а то так некрасиво смотрится. Так, дальше, девчонки. Раз уж у нас сейчас осень, зима, пара кислот. Я заказала вот такой тоник для лица с ахокислотами для жирной и проблемной кожи. Дальше. Что дальше? У нас еще идет гидрофильное масло для жирной кожи. Эвкалипт и бергамот. 110 мл. без СЛС, парабена, всего-всего. В общем, такое масло. Попробую. Дальше. Тут у нас, по идее, должна быть кислоты. Кислоты, кислоты. Так, и вот такая маска. Сейчас вот это распакую, покажу. Такая маска для лица, для жирной и проблемной кожи. Очищающая. Видите, она какая. И вот у нас тут состав. А где состав? Что, нема? Так, годин. Сами железы. Так, вот он состав, да? На упаковке. Ну, можете поставить на паузу и прочитать. Сейчас мы откроем с вами вот эту вот штуку. И посмотрим, что же там. Смотрите, это у нас пилинг для лица, для жирной и проблемной кожи с ахокислотами. Посмотрите, какой дозатор удобный. И также сыворотка с ахокислотами. То есть у меня фактически весь уход на кислотах. И для проблемной кожи. Почему именно я заказала, почему я решила на сотрудничество? Потому что мне понравилась операционная категория, политика этого бренда. В среднем до 500 рублей где-то так. Это самый дорогой продукт у них представлен. И плюс еще мне понравилось, что есть на кислотах также уход и за волосами. Ну и в принципе за лицом, за проблемной, за сухой кожей. Все можно подобрать под свой тип. Я буду очень рада, если мне все это дело подойдет. Начну тестировать и обязательно вам расскажу свое мнение. Дальше буду, когда протестирую. Может быть с вами вместе что-то затестим. Или сыворотку, или пилинг. В общем, посмотрим. Или же маску оригинальную. Тоже очень интересно будет попробовать. В общем, ждем. Мне сейчас нужно погладить белье. Но у меня, в общем, уже начала накид появляться на парогенераторе. В общем, что я делаю. Вот сюда. Во-первых, у меня с этой стороны в парогенераторе есть вот такая штука. Она есть в каждом парогенераторе, независимо от марки. Открываете, выливаете. Там куски накипи в основном собираются. Дальше. Что я делаю. Я где-то в пропорции один к одному спирт, обычный чистый спирт, смешиваю с водой и заливаю сюда. Дальше, смотрите. У меня тут специально вот эта вот тряпка такая ненужная. Уже там футболка, в общем, старая. И на нее я сейчас буду парить. Парить, отпаривать. И сюда, вот видите, подошва утюга. Вот тут в этих вот дырочках накипь. Особенно на носике очень хорошо видно. Сюда я сейчас волью аккуратно тоже спирт. Вот так вот у меня чуть-чуть побудет. И потом паром вся вот эта накипь уйдет. Сейчас я вам буду показывать. Ну, конечно, с тем моментом, когда я стала использовать обычную... очищенную воду, дистиллированную, а не из-под крана, конечно, накипи стала меньше, и она медленнее накапливается вот здесь. Но я вам хочу сказать, если использовать из-под крана, накипь буквально там недели, и все, и накипь опять появляется. В общем, сейчас я все вот эти процедуры сделала. Вот видите, тоже окрашивается. И покажу вам. Видите? Вот эти точки, вот они. О, видали? Вот что происходит. Конечно, на ламинате лучше это не делать, я просто показать вам. Сейчас я на гладильную доску перейду, но сам момент, чтобы вам показать. Вот видите? Вот так вот чистится утюг. В общем, я делаю до конца, пока тут вода не кончится, и все, и готово. Можно дальше использовать утюг. Можно еще подошву предварительно помыть, и все, готово. Вот такой вот легкий способ, кстати. Мне кажется, и для обычного утюга тоже подойдет. Слушай, я тут собираюсь гладить, покажу вам комбинезончик, который мне подарили. Он тепленький, вообще. Это прям вот комбез, комбезович комбинезонов. Блин, такой крутой, вообще в шоке. У него такие рукава интересные. Уже его постирала с дырочкой, вот. Для большого пальца, видите? Вообще. Причем, вот он такой нежно-розовый, и он стройнит. Я вообще в шоке. Классный. Прям толстенький-толстенький. Капюшон, конечно, мне маловат, но башка моя вся не лазит туда. Видите, вот так вот на флизике тут все классно. Ну, конечно. Да? Ты помогаешь? Ты сам там что-нибудь делишь, да? Ты сам делишь там все? Я, я сам. Сам, сам, все делю. Мама, что я еще? Человек серьезный. Мне много не надо. Я буду тебя работать. У нас влог с вами получается распаковки. Так, чуть тише. В общем, это мне пришла корейская косметика. Сейчас я вам покажу. И шин. Сейчас мы все это распакуем. И будем смотреть, что же там интересного нам пришло. Давайте, наверное, шин начнем. Так, интересно будет. Итак, смотрите, первая кофта. Выглядит она вот так. То есть тут у нас две части. Темно-синяя. Горло у нас не обработано. Размер S. Достаточно такой объемный свитер, несмотря на то, что это S. Рукав у нас такого горчично-лимонного цвета приглушенного. И вот такая вязка. Так, это первый свитер. Он достаточно, кстати, длинный. У него внизу резинка. Дальше второй. Но это у нас не свитер, а больше такая блуза. Размер XS. Укороченный, кстати, в отличие от предыдущего. И вот такой вот у нас рукав. Трикотаж, мне кажется, все-таки. Это очень приятный. И вот такой вырез у нас красивый. В принципе, на модели так же все и выглядело. Только единственное, что мне не нравится. Вот эта вот часть, она не обработана так, как мне нужно было. Ладно. И третий, так, третий свитер выглядит вот так. То есть он такой темно-серый с полоской. Полоска также дублируется на рукавах. И вот так у нас идет такая резинка, как бы фонарик рукав. Так, это три свитера, тоже укороченный. И сейчас вот так вот. И трое сережек. Зачем, не трое сережек, получается сколько. Вот такие сережки я заказала. Видите, вот эти вот модные формы. Одни у меня вот такие уже есть. Дальше вот такие сережки. Тоже очень красивые гвоздики. И вот такой вот набор колец. Сейчас буду все мерить, смотреть, как смотрится все. И сережки, и кольца тоже интересно. Ну, по крайней мере, это нормальные вещи. Ну, как бы единственное, есть кое-какие нарекания, но все равно по качеству более-менее добро. Следующая посылка, я уже ее открыла. Это корейская косметика. Вот вы знаете, какое оформление. Это на чипсы похоже. Магазин у нас называется Mask Shop. Тонизирование, увлажнение, базовые правила ухода. Так, бонусы. Видите, такая памятка. Очень, кстати, полезная. Дальше, смотрите, мы убираем вот это вот, что у нас дело. А как бы его аккуратно-то убрать. И сейчас буду стараться убирать это все дело. Сейчас кулек сложу это. Может, мне пригодится потом. Кулечки будут лежать. Ну, классно, да? Все, более-менее я сложила эти штуки. Вот они в единичном экземпляре остались. Значит, смотрите, что у нас тут есть. Это пробники. Так, что у нас тут за пробники? Это... Что это? Это крем, да? Диалуроновый крем. Дальше Professional Salon. Это что? Маска, наверное. Или нет? Это шампунь. Если ПАЖ, написано, наверное, шампунь больше. Так, дальше. И куда пошел? Это какая-то... Ай-крем. Так, вот такая штука у меня была. По-моему, маска? Или не маска? Ладно, разберусь. Вот такие были пробники. У меня товарная накладная. Дальше, смотри, что я заказала. Я очень люблю вот эти маски. В этот раз взяла вот такую витаминную. Это моделинг маска N-Skin. Вот видите буквы, логотип их. И тут на русском должно быть. Маска альгинатная, витаминная банка. Тут 700 мл, 240 грамм. Очень удобно именно брать в таких банках. Но есть и мягкие упаковки. Они немножко подешевле стоят. Дальше. Смотрите, что у нас тут есть. Это, по-моему, как правильно называется, тоже альгинатная маска для лица торговой марки. Я взяла ее на пробу. Мне как бы интересно. По-моему, на один раз идет вот такая упаковка. Вот производитель. Яичко нарисовано. Так, дальше. Гидрофильное масло, скорее всего, это. Deep Cleaning Oil, да. Масло для лица, очищающее. По-моему, оно идет даже для жирной кожи. Посмотрим. Тут очень удобный дозатор. Упакован добротно. Так, дальше, дальше, дальше. Крем для кожи вокруг глаз я взяла. Eye Cream. Крем для кожи вокруг глаз. Восстанавливающий крем для век. Оказывает активно увлажняющее, смягчающее, всплакающее, омолаживающее действие. Буду пробовать. Ну, вообще, 40 мл для кожи вокруг глаз хватает достаточно надолго. Производитель у нас кто? Вот, можете почитать. Не буду язык коверкать. Дальше, девчонки, у нас тут идет вот такая штука. Это 10% сыворотка с витамином С. Так, где, где, по-русски, где тут сыворотка для лица. Витамин С. Ну, и можете поставить на паузу и прочитать. В принципе, с составом тоже ознакомьтесь. У нас 80 мл. Класс. Дальше. Дальше у нас идет вот такая штука. Это СПФ с 50, 50, господи, язык заговаривается. СПФ 50, 3 в 1. Так, солнцезащитный крем для лица с морским коллагеном. Вот, наутро. Как раз сейчас сезон пилингов и буду использовать. У меня мой заканчивается солнцезащитный крем. Дальше вот такая штука. Это у меня уже вторая банка. Брала когда-то, года два, наверное, назад. Я сейчас решила повторить. В общем, этот тонер гиалуроновый. Очень-очень классный. Он достаточно вязкий. Можно его использовать как сыворотку. Это секрет кей. Ой, секрет кей, извиняюсь. Так что вот такая вот большая бадья. Так, и последнее, что там лежит. Это вот такая вот штука, которую вы давно мне просили протестировать. СПФ 1. Правильно вроде, да? И правильно называется. Маска для волос торговой марки. Протеиновая. Там, по-моему, шприц, если я не ошибаюсь. Так что вот такие дела, девчонки. Да, там шприц. От шеи не побросала. Вот такой шприц. Такая маска. Мне хватит с моей длиной волос сейчас сразу на три. Мне больше как бы и не нужно ее использовать. Говорят, у нее очень минимальный расход. Посмотрим. Так что, девчонки, вот такой был заказ корейской косметики. Ссылку оставлю. Ссылочки. А я буду все это дело тестировать. И, кстати, про кольца. Шеи. Вот эти вот. Они очень здоровые. Они, наверное, на размер 18. Даже вот так. А у меня даже самый большой палец. Вот этот вот. Он идет 17. А вот эти вот 16,5. 17, 17. И, по-моему, 15,5. Вот так вот. Вот у меня они великоваты. А сережки очень даже неплохие. Вот эти красивые. Цветера я, конечно, сейчас померю. Но потом я вам ставлю фотографии, как это все на мне смотрится, когда я уже их постираю. Девчонки, продолжаем с вами влог. И сейчас мы будем с вами готовить еще одно ПП-шное блюдо. В общем, у меня вот эти вот два кабачка лежат уже, наверное, дня 4. Вот видите, уже чуть-чуть начало мягчать. Вот. Я что хочу с ними сделать? Я хочу приготовить лодочки. Чем я буду начинять эти лодочки? Буду готовить в своем духовом шкафу Redmond. В общем, у нас будет начинка для этого всего дела. У меня есть вот такой вот президент. Сыр прованс. Сыр мусс. Творожные прова по скидке магните. По 600 рублей. И тут 120, по-моему, грамм, если я не ошибаюсь. Да, 120 грамм. 4 зубчика чеснока. Тут у меня нарезанная свежая зелень. Ну, микс петрушка, укроп, все такое. И сверху на лодочке я потру сыр. Но сыр я добавлю там буквально за 10, за 7-5-7 минут до готовности. Итак, первым делом я помою сейчас кабачки, высушу их. Затем я уберу вот эти вот части и сделаю такую лодочку. В общем, сейчас я вам все покажу. И это, кстати, то, что я вот эту вот сердцевину вытащу, я ее также добавлю в начинку. Я хотела вообще приготовить не с творожным сыром, а типа обычный сыр взять. И еще добавить туда сметану с соевым соусом. Но подумала, что этот кабачок сам по себе водянистый, поэтому мне это делать будет не нужно. Сейчас я подготовлю все ингредиенты и покажу вам. Такая у нас с вами заготовка получилась. Я выложила уже на пирогамик, на свою форму. Как раз-таки форма умещает у меня 4 кабачка. Вот такие неглубокие у меня получились лодочки. Вот сердцевинка. И приготовила я миску для того, чтобы добавлять сюда все наши ингредиенты. Сейчас я нарежу сыр в последний момент. Тоже можно будет потереть, когда буду запекать. А сейчас я подготовлю начинку. Смотрите, девчонки, чеснок специально вот так крупно порезала. Мне так больше нравится. Тут я дорезала сердцевину из наших лодочек. Затем у меня тут зелень, чеснок, вот это вот специй, лимонный перец. И 120 грамм вот этого сыра кворожного. Сейчас я все перемешаю и уже буду начинять наши лодочки. Все, мы их отправляем запекаться. Все легко и быстро. Ну и вот так вот предварительно выглядят кабачки. Сейчас буду их отправлять в духовку. Так, закрываем и ставим... Так, что-то не работаешь. И... Ага, на... На запекание. Так, 50 минут это много. Так, наверное, минут на 30. И за 10 минут я добавлю еще натертый сыр. И все, я их включаю. Оп, готово. Вкусно будет. Вот такие кабачки у меня получились. Конечно, вот кое-где я, в общем, проворонила. Надо было чуть-чуть пораньше их доставать. Не 30 минут, а где-то 25. Ну, как всегда, Алена Юрьевна, это же такой человек очень халатно относящийся к готовке. В общем, вот такой вот рецепт, вот такой вот лайфхак. Может быть, кто-то что-то не знал. Это блюдо действительно сытное, вкусное и низкокалорийное. Поэтому всем приятного аппетита, кто кушает. Ну, в общем, такие лодочки. Что, мы продолжаем с вами влог. И сейчас мы собираемся в Леруа Мерлен. Во-первых, нужно купить, в общем, где линолиум. У нас вот этот вот стык в стык есть, такой шов здоровый. И отец у меня хочет взять и постелить такую декоративную как бы полоску, типа плитки. Чтобы, ну, как бы, как правильно объяснить? Чтобы этого безобразия не было видно. Плюс еще доделать студию. Нужно взять зеркало повесить, это для меня. А потом столик собрать с коридора. Кстати, сейчас покажу свой коридор, который у меня сейчас постепенно начинает преображаться. Я так рада, если честно, что мы убрали вот этот вот стеклянный столик, который уже, ну, мне было года 4, наверное. Мы сюда переехали, когда, я имею в виду в Россию с Украины, мне было 4 года. И как раз-таки мы заехали в эту квартиру сразу. И этот столик, у нас еще был такой журнальный столик. Я постоянно его била. Кружки ставила, чашки. Они об столик бились и постоянно, просто постоянно там были трещины, царапины на этом стеклянном столике. Ненавижу стекло, честное слово. Особенно вот это касается дела столиков. И что еще хотела вам сказать. Мы сейчас поедем в Леруа, и многие говорят, почему это то мама сидит сзади, то мой папа сидит на заднем сидении, а не впереди. Потому что сзади меня, во-первых, очень сильно укачивает, сзади. Я не езжу сзади принципиально, из-за того, что, ну да, вестибиль у меня слабенький, вестибулярный аппарат. И плюс еще у меня отец любит сзади ездить, и мама любит сзади ездить. Она говорит, мне не нравится, как водит отец, а отцу не нравится, как водит мама. И поэтому они не состыковываются вот так вдвоем, только когда мы на море едем. И то, потому что я Роньку держу. Ну и до Роньки я всегда дрыхла на заднем сидении. Вот, поэтому как бы я впереди. Не подумайте ничего, что там многие писали, особенно там молодой человек очень такой яростно защищал моего папу. Говорил, вот, взяли, блин, мужика на заднее сидение, хотя он должен ехать с матерью. Никто никому ничего не должен, не забывайте про это. У нас мороз, я надела шапку, и все. Поехали уже, а то меня там уже ждут, там вообще ругаться. Видите, постепенное преображение. Пока что я сюда полку свою с комнаты пришпандорила. А тут у меня все таблетки, это, в общем, нужно так. Это растение, помните, в прошлом году ель я покупала. Понимаете, как разрослось, и ничего не завяло. У меня за этим следит строго мама. И вот оно, где было зеркало, вот это мы все берем. Вот, видите, вот тут оно было, дырочка осталась. Ну, супер. Теперь все это как-то и место больше стало в коридоре. Я довольна, если честно. Ну, все, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, видишь, прозрачная. Залепила. Залепила до свидания. Ну, это тоже 214. Медь, медь вот эта. 10 штук. Нормально так. Дед тут, конечно, позорный. Я переодела шапку, потому что в той мне прохладно было, а у меня есть еще одна в сумке. На прессе. Вот для чего нужны большие сумки? Чтобы все там таскать. Правильно? В общем, сейчас я вам покажу, что мы тут сделали. Сейчас я переведу камеру, потому что, ну, свет как бы плохой. И мы уже будем завершать этот влог. Ну, и мама, наверное, покажу, если захочет. Да? Захочешь? А, тебя там не видно. Ты потом подойдешь, да? Потом. Сейчас я покажу, подаешь. Ну, во-первых, сейчас фокус будет. Вот. Во-первых, этот угол. Помните, я про зеркало рассказывала? Кстати, вот оно зеркало. Вот он и я. Здорово. Так, зеркало у нас было в коридоре. Вот это зеркало. И внизу вот эта полка. Мы ее развернули. И вот так вот она теперь выглядит. У нас кофе, чай. Все вот эти вот гостевые приблуды. Также у нас появился плинтус. Теперь вот здесь. Так, пуфик, это уберется отсюда. Это у нас тоже выкинется. Но тут это вот 50 на 50, скорее всего, уйдет отсюда. Телевизор. Пока что такой телевизор. Дальше смотрим. Тут у нас эти ордена награды. То есть это сертификаты какие-то. Дипломы. Фокус. Из-за плохого света фокус плохо работает. Ну, вот как-то так. Но это еще маленькая стенка. Мама воду выливает. Так, смотрите дальше. Этот стол. Мы его выбросим. Потому что он, на нем раньше стоял вот этот вот телевизор. Но он вообще никому не нравится. Он развалюка какая-то там. Тем более, покажу. Вот эти ножки. Вот эти ножки. Они на клею. Плюс еще одна ножка там отваливается. Вон, видите, я пыталась открутить отверткой гвозди. Думала, отойдет ножка и можно было бы куда-нибудь его приспособить. Но нет. Там ножки на клею. Плюс еще зафиксированы вот этими вот гвоздями. Дальше. Ну, соответственно, зеркало. Вот оно. Мне кажется, вообще сюда прекрасно оно вошло. Вешалка. Это у нас будет, ну, она была теперь и есть, и будет для гостей. То есть те, кто приходят к нам на процедуры, ну, то есть маникюр-педикюр, окрашенный бровей, вот, пожалуйста, повесили свои вещички и досвидули. Диван. Диван вообще будет, ну, это сейчас я кинула ключ от машины. Так. На диван тот плед, который был серого цвета, а, ну, часы еще появились, девчонки. Тот плед, который был серого цвета, бабушка у нас его забрала себе. И мы сюда настелим мне с Ивановского трикотажа. Когда-то, в прошлом году приходил такой вот цвет, вот как мои ногти, фиолетовый плед, мохнатый. Я хочу прям полностью застелить, чтобы было вот так вот красиво. Так, что еще, что еще? А, по поводу вот этих вот швов. Многие девчонки мне, так, фокус будет. Многие девчонки мне советовали клеем ПВА пройтись, тоже пройдусь. Вот эта вешалка. Это вешалка для маминых вещей, но это все тоже уберется. Это как бы еще нужно тут доделывать, это уже завтра. Я уже тут помогать не буду. Мне надо будет уже по своим делам работать и уезжать. Так, смотрите. Вот это вот все тоже вот здесь будет лежать. Это полка для педикюра, но со временем, со временем, а, вот ты где. Со временем вот такая полка будет. Как у меня стоит в ванной. Вот такая полка, вот сейчас вот там покажу. Это в Леруа Мерлен такие полки продаются. Я забыла, сколько она стоит, блин. Или две, две, по-моему. Ну, я три, по-моему, тысяча-то не отдавала. Около трех, правда. Так, вот она, вторая полка. Вот она, по-моему, вот эта вторая или вот эта вторая. В общем, одинаково. В Леруа Мерлен стоит 905 рублей. Тут у нас лампы, перчатки, маски. Все вот эти вот принадлежности. Стистерилизатор, еще один стерилизатор, дезинфектор, стерилизатор, да. Тут у нас цветок живой, да, ты сможешь. Прекрасно сюда вписалась. Вот стол рабочий, конфеты для клиентов, на попушник. Ну что? А, я думал, ты конфетку заходишь. Да это я убрала. А, ну это, не знаю. А, тут сейчас плед другой. Да я же сказала. В итоге что? Давай прощаться с людьми, чтобы я смонтировала этот влог и выложила. Всем пока-пока. Давай-ка. У бабушки этот кресло зеленое. Какое кресло? А в котором у деда стоит. А зачем? Тебе. А, я буду, я уже тут буду работать, короче. Записываемся на окладках Нового года. Все, всем пока.